Сети канализации и холодного водоснабжения в Улан-Удэ требуют срочного ремонта. Почему трубы дышат на ладан, расскажем далее. В эфире телеканала АЭС, международная программа «Середина земли». Это новости Забайкальского края, Бурятия, а также Монголия и Китая. Здравствуйте в студии Анна Родимова. Смотрите в этом выпуске. Полмиллиона марок у Читинского филателиста. Как собирается редкая коллекция. В один прекрасный день попалась мне в руки открытка, посвященная Великой Отечественной войне. Хотя марок очень много было по Великой Отечественной войне. А вот это затронуло и пошло, пошло. Охранять природу значит любить Родину. В Чите прошла экологическая игра. Работа на износ или бомба замедленного действия. В Улан-Удэ водопровод и система канализации нуждаются в капитальном ремонте. Проектная документация уже разработана. Общая стоимость 2,7 миллиарда рублей. Наши коллеги из Забайкальского края готовы представить информационную картину дня в своем регионе. Самые интересные новости у Веры Асадулиной. Здравствуйте. В интернет-сообществе края объявлен сбор денег для поездки пяти мальчиков из Забайкалья к реке Иордан. Насколько известно, все дети послушники храмов. Расскажите, пожалуйста, сколько денег необходимо на путешествие и какова цель маршрута, ребят. Здравствуйте, Анна. В Израиле забайкальские дети посетят монастыри, храмы и святые места. Паломническая поездка должна проходить по маршруту Нерчинск-Чита-Москва-Тель-Авив. На поездку в ближайшее время нужно собрать 171 тысячу рублей. Ну и к другим новостям. Как определить зверей по следам на снегу, как справиться с пожарами или создать свой экологический мини-блог? В Забайкальском детско-юношеском центре прошла игра в рамках акции «Охранять природу – значит любить родину». Подробности у Антона Матушевского. Экологическая акция «Охранять природу – значит любить родину» в нашем регионе проходит уже в десятый раз. В этом году ее проведение совпало с отмечаемым по всей стране годом экологии. Так что по всему Забайкалью запланированы десятки мероприятий. Сегодня в преддверии Всемирного дня Земли в Краевом детско-юношеском центре стартовала экологическая игра «Моя земля, моя планета», в которой принимают участие его воспитанники. Им предстоит по заданию матери природы Забайкальского края собрать интеллектуальным трудом эмблемы особо охраняемых природных территорий Забайкальского края. И вот они проходят эти испытания сейчас у нас на станциях. У капитанов в руках, путевой лист в нем, индивидуальный маршрут для каждой из восьми команд. Станции различные. Где-то ребятам необходимо определить зверей по отпечаткам их лап, в другом случае ответить на каверзные вопросы о Забайкальской природе, вспомнить о том, как вести себя в лесу, чтобы не возник пожар, или даже создать свой небольшой экологический блок. А вообще скажи, а почему природа охраняет нам? Ну, может, потому что ее может вообще не стать, она может исчезнуть. И мы в том числе. Да. Планета, как все остальные, может стать неживой. Потому что природа красивая, вот почему. Охрана окружающей среды, защита природы неразделима от воспитания подрастающего поколения в этом направлении. И экологическое воспитание на сегодняшний день – одно из главных моментов, которым мы должны обратить внимание. Потому что это те мальчики и девочки, которые, начав сегодня, будут охранять природу, защищать окружающую среду в дальнейшем, всю свою жизнь. Антон Матушевский, Анатолий Мишаков. Время новостей. 50 лет день за днем, год за годом терпеливо собирать марки, почтовые открытки, конверты. Николай Онткбаев с детства увлекался филателлией. Для него это не просто хобби, а дело всей жизни. Именно так он понимает патриотизм. В гостях у коллекционера побывала Светлана Тулунова. Историей Николай Баймуратович увлекается с детства. В школе он за поем читал исторические книжки, а затем на уроках истории спорил с учителем. У него на все была своя точка зрения. Нередко юного историка даже выгоняли из класса. В 7 лет ему подарили первые марки. Так началось новое увлечение. Сначала собирал все подряд, но постепенно понял, ему интересна тема Великой Отечественной войны. Время пришло, человек взрослеет, начинает думать, зачем он это собирает. Марочку взял, просто сперва полежал, а потом надо же поинтересоваться, что на ней нарисовано. И начинается помаленечку мозги работать. Начинаешь читать книжки, выяснять, откуда, чему посвящена эта марка. В один прекрасный день попалась мне в руки открытка, посвященная Великой Отечественной войне. Хотя марок очень много было по Великой Отечественной войне. А вот это затронуло и пошло, пошло, пошло. Сегодня коллекции Николая Онгбаева насчитывает более полумиллиона марок и около 6 тысяч почтовых открыток. Свои сокровища Николай бережно хранит, аккуратно размещает в альбомы. Среди знаков почтовой оплаты больше всего советских и зарубежных марок. Последний, считает Николай, яркий пример патриотизма. Самый главный вопрос, где вы их берете, откуда, где ищете? Искатель, филателлист, любитель. Все же, чтобы найти это, полюбить, что-то надо искать. Женщину хочешь полюбить, ищешь, правильно? Так и марку надо искать. Ну, где и раньше в магазинах продавалось. Сейчас на почте продают то, что свежее, то, что сейчас выпускается. За рубежом, извините, приходится искать, ну, в интернете где-то, по переписке доставать это все. С фронтовыми письмами. Ну, тут другое дело. Тут приходится разговаривать с семьями ветеранов. Переговорил, где-то нашли, ну, где-то со скрипом выпросил, где-то с удовольствием отдают, потому что знают, что эти вещи не пропадут, а будут где-то постоянно показываться. Ну, и люди будут видеть, память какая-то. Зная об увлечении бывшего сотрудника вне ведомственной охраны, почтовые марки, конверты, открытки приносят все знакомые друзья. Однажды фронтовые письма принес местный бездомный. Он нашел их на свалке. Вообще же, фронтовые письма и почтовые открытки для Николая имеют особую ценность, ведь каждая из них хранит чью-то историю. Историю жизни и любви. Трогательные и нежные письма, в которых так мало войны, и так много простых человеческих эмоций. «Здравствуй, дорогая Люсенька! Привет вам всем! Я жив-здоров! Сегодня 14 августа. Я получил от тебя письмо, где ты сообщаешь об отце. Большое спасибо, что не забываешь. Не так нужно это здесь. Дни у нас жаркие, солнце стоит в зените. Несчадно палит. «Вчера была сильная гроза. Ураганом сорвало много цветов. И унесло. Я смотрел на сад, на свой сад после грозы, и не досчитался семь любимых цветов. Пять сорвало и унесло. А два сломало. Это сильно повлияло на меня. Милая Люся, как жаль мне мой сад, Как будто из сердца вырывают каждый цветок. Но гроза снова близко. Целую. Федор». Писал это Федор Илюхин, воевавший под Сталинградом. У Николая Унгбаева пять таких писем, и каждый неизменно начинается. «Здравствуй, дорогая Люсенька!» Николаю письма достались от родственников ветерана. Оказалось, что Люсенька, Людмила Илюхина, всю жизнь прожила на Черновских. И самое главное, она дождалась своего Федора. И таких историй очень много. Свою коллекцию Николай Унгбаев не раз презентовал. Выставки проходили в Чите, Москве, Китае. За свою работу Николай даже получил несколько наград, в том числе медалей. Филателия для него не просто хобби, а дело всей жизни. Он считает, что каждый экземпляр его коллекции – история, которую нужно знать. Светлана Тулунова, Дмитрий Пенигин. Середина земли. Забайкальский край. На этом блок новостей Забайкальского края завершен. На связь с нами выходят коллеги из Улан-Удэ. Здравствуйте, Дарья. В вашем городе завершился конкурс юмористических рассказов на бурятском языке. Кто в итоге стал победителем и насколько этот конкурс заинтересовал жителей республики? Приветствую вас, Вера, и зрителей Приангария. В Улан-Удэ завершился конкурс юмористических рассказов на бурятском языке «Хухю-Бурят». Обладателем Гран-При стал Чемид Даржо Роднаев из Джудинского района республики, который получил 30 тысяч рублей, статуэтку ручной работы и набор настольной бурятской игры «Шагэнадон». Финал конкурса прошел при полном аншлаге в бурятском драм-театре. И к другим событиям. На реконструкцию сетей водоснабжения в Улан-Удэ требуется почти 3 миллиона рублей. Депутаты городского совета и народного хурала посетили объекты водоканала от водозаборных станций до очистных сооружений. К какому выводу пришли, расскажет Баир Цедыпов. «Все течет, все изменяется, но не так, как хотелось бы. Сегодня столица Бурятии стоит на изношенных и аварийных сетях водоотведения и водоснабжения. Со дня постройки трубопровод едва ли менялся капитально. Ремонтировались лишь участки. Разведка показала, что если меры не будут приняты, то прорывы будут тревожить чаще и чаще. Однако, как известно, денег нет, а держаться не позволяет старость. «Недавние аварии, вот эти крупные, они показали, у нас имеются даже трубопроводы, которые застройки 1939 года. Основная масса сетей – это 70-х годов выпуска. И то, что мы на сегодня видим, у нас очень большой износ, особенно по центру города, как канализации, так и водопроводов». Для нормализации обстановки необходимо обновить как канализации, так и водопровод. Финансов у самого предприятия нет. За прошлый год МУП «Водоканал» потерпел убытки почти на 50 миллионов рублей. Рост тарифов – не выход из ситуации. Остается разработать программу и лоббировать ее на федеральном уровне. Общая сумма необходимых затрат – 1 миллиард 200 миллионов рублей. То же самое касается и очистных сооружений. Работу вековых резервуаров можно учуять за версту. Сегодня план перестройки уже есть. «Проектная документация уже разработана. Общая стоимость – 2,7 миллиарда рублей. Она поделилась на два этапа. И каждый этап имеет еще пусковые комплексы. На сегодня мы имеем, так сказать, обещание уже по финансированию первого пускового комплекса на 2017 год». На сегодня технологии очистных сооружений не позволяют достичь требований федерального закона. Приятная новость. Улан-Удэ вошел в программу защиты озера Байкал, что является неким подспорьем в финансовом вопросе. Боярцы Дыпов Сергей Петров. Середина земли – Бурятия. Почему на гербе Улан-Удэ изображен рок изобилия? И кто был самым щедрым меценатом Верхнеудинска? В Улан-Удэ презентовали летопись нашего города. Необычную, а дополненную новыми неизвестными ранее историческими сведениями. С автором книги встретилась Мария Лацшева. Ведущий специалист по истории города Татьяна Паликова показывает труд нескольких лет. Руку к этой летописи приложили известные историки Бурятии. Сама же Татьяна Вадимовна скромничает. Говорит, что лишь объединила и средактировала все данные. Особо книга цена тем, что сюда попали новые, неизвестные ранее исторические факты и архивные документы. Плюс уникальные фотографии. Чтобы она была интересна и обычному читателю, человеку, который интересуется городом, но и была интересна специалистам. Это колоссальный труд, считает профессор Константин Митупов. Летописная книга выходит за рамки одного города и захватывает историю всей Бурятии. Второе же издание касается исключительно истории городского самоуправления. То, что эти две книги вышли, конечно, надо поблагодарить, еще раз повторяю, городскую администрацию за финансовую поддержку. Должен сказать спасибо журналистам, тележурналистам ТВ-кома, которые оказывают нам информационную поддержку. И вообще, без участия общественных организаций и городских организаций мы бы, конечно, такого не сделали. Вряд ли книга станет доступна широкому кругу читателей, но при большом желании познакомиться с историей родного города может каждый улан-уденец. Издание можно найти в библиотеке Бурятского государственного университета. На этом у нас все. Мы передаем слово Приангарию. Анна. Такими были интересные события за Байкале и Бурятии. Спасибо коллегам. Далее мы расскажем новости соседних стран. Во второй части выпуска «Середины земли» смотрите. Поменялись местами и монгольская школьница временно стала послом Турции. Дети очень стремятся учиться, поэтому я бы сделала все для их максимального развития. Я бы добывалась развития не только граждан Монголии, но и всего мира. Аграрная кооперация вдоль шелкового пути в провинции Шэньси на базе демонстрационной площадки Янлин взяли курс на международные обмены. Я хочу посмотреть, как современные технологии применяются здесь, в Китае, и взять некоторые инструменты на вооружение. Об этих и других событиях нам расскажут международные партнеры «Середины земли» уже в ближайшие минуты. Мы приветствуем коллег в Улан-Баторе и Лхама. Расскажите нам все подробности. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей программы Веркурской области. В этой минуте расскажем о самых заметных событиях Монголии. В студии Лхама и мы начинаем. Каждый год 23 апреля Турецкая республика отмечает День национальности и Международный день детей. Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Монголии этот день провел с монгольскими детьми. Решение посвятить этот праздник детям приняли основатель Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататурк в честь первого созыва Великого национального собрания Турции 23 апреля 1920 года. В этом году чрезвычайный и полномочный посол Турции в Монголии праздничный день провел вместе со школьниками 5-й, 61-й, 111-й и 122-й школ. Посол и дети положили цветы к памятнику Ататурка в знак дружбы посадили дерева. Монголы стараются передавать свои обычаи культуре молодому поколению. Мы также отмечаем этот праздник чтя нашей традиции. Хочу обратиться к детям. Если вы с детства работаете и стремитесь к поставленной цели, то вполне можете стать и главой страны. Также этот день традиционно является днем детского самоуправления, когда на постах президента, премьер-министра и губернатора временно работают дети. В этот раз ученица средней школы номер 61 Хайлона работала один день послом Турции. Она рассказала, какие реформы совершила бы, если бы действительно занимала такую должность. Дети очень стремятся учиться, поэтому я бы сделала все для их максимального развития, а также для подготовки способных молодых людей и объединения детей разных с национальностей. Я бы добывалась развития не только граждан Монголии, но и всего мира. Дулан Батбол, Средина Земли, Монголия. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее к международному выпуску программы «Средина Земли» присоединяются наши коллеги из Китая. Нихао, о каких событиях вы расскажете? Тайхо, здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях связаны с Китаем в студии Сянчжунань. В Пекине открылся международный кинорынок. В нем приняли участие порядка 30 тысяч человек, а сумма контрактов перевалила за 16 миллиардов юаней. Теперь о главных событиях. В провинции Шэньси на базе демонстрационной площадки Янлин взяли курс на международные обмены. В проекте принимают участие иностранные студенты местного северо-западного университета сельского и лесного хозяйства. Особенно заметен интерес молодых специалистов из стран вдоль шелкового пути. Вместе с титулованными экспертами со всего мира, будущие профессионалы опробируют инновационные аграрные разработки. Детали в материале моих коллег. Что посеешь, что пожнешь. Для 26-летнего Абдула из Пакистана аграрная демонстрационная площадка Янлин в провинции Шэньси своеобразный инкубатор для выращивания собственных знаний. Он получает степень магистра по специальности удобрения и защиты растений в местном университете. Я приехал сюда, чтобы обменяться идеями. Главный вопрос для меня – можем ли мы обойтись без химических удобрений? С целью обмена опытом и мозгового штурма в провинцию Шэньси приехали и другие студенты из стран Южной и Центральной Азии. Я хочу посмотреть, как современные технологии применяются здесь, в Китае, и взять некоторые инструменты на вооружение. В этом единственном в КНР сельскохозяйственном демонстрационном районе проводится много исследований и испытаний. Ежегодно сюда съезжаются специалисты, преимущественно из государств вдоль шелкового пути, с целью обучения, партнерства и научного взаимодействия. Географии участников и темы экспертных встреч постоянно расширяются. Дискуссии и круглые столы традиционно проходят на базе Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства. Мы приехали сюда, чтобы поделиться знаниями и перенять опыт по управлению ирригационными системами. Здесь мы можем многому научиться. Мы разработали ряд сельскохозяйственных компаний, цель которых – сокращение масштабов нищеты и повышение уровня жизни людей. И в мире обращают внимание на наши знания и опыт. Демонстрационная площадка «Янлин» взяла курс на расширение международного взаимодействия в аграрной сфере. Одна из приоритетных задач – повышение количества сельскохозяйственных парков в Китае и странах-партнерах, прежде всего вдоль шелкового пути. На этом у меня все. Передаю слово коллегам из Иркутской области. Это были самые интересные новости Китая, Монголии, Бурятии и Забайкальского края. О других заметных событиях соседей при ангаре расскажем в следующих выпусках программы «Середина земли». В студии работала Анна Родимова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok